Друзья, всем привет! Сегодня мы разберем упражнения для укрепления плечевых суставов. Эти упражнения помогут вам усовершенствовать вашу технику плавания и в дальнейшем улучшить ваши результаты в бассейне. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и погнали! А начнем с того, зачем нам вообще нужны эти упражнения. Все дело в том, что при плавании плечевой сустав находится в неестественном положении и, соответственно, изнашивается много быстрее, чем в обычной жизни. Плюс к этому можно добавить большие объемы, большие нагрузки, интенсивность. Все это складывается вместе и может привести к серьезным травмам, которые имеют тяжелые последствия для жизни как спортсмена, так и в целом обычного человека, даже если вы закончите со спортом. Таких примеров в мировом спорте и в русском достаточно много, углубляться в это я не буду. Чтобы это не происходило, необходимо укреплять мышцы вокруг плечевого сустава, чтобы они держали его в правильном положении и не давали смещаться. Дело в том, что при плавании плечевой сустав работает не так, как он должен работать по задумке бога. Комплекс упражнений, которые я покажу вам далее, я советую выполнять хотя бы раз в день, если у вас есть тренировки на воде. Лично я делаю его перед каждой тренировкой. Примерно 25-30 минут я уделяю упражнениям для того, чтобы обезопасить свои плечевые суставы. Я работаю в тонизирующем режиме по два подхода, примерно 10-15 повторений каждое упражнение. Занимает это, как я уже сказал, примерно полчаса, но зато я чувствую себя намного лучше и на тренировках, и после не беспокоят плечи и я спокоен вообще за свой главный рабочий аппарат, скажем так. Для выполнения упражнений нам понадобится резина, либо гантели, какие-то утяжелители. Можно даже использовать в домашних условиях бутылки с водой. Итак, первое упражнение направлено на укрепление передней дельтовидной мышцы, достаточно простое. Мы берем и поднимаем руку прямо вверх над собой. Делать эти упражнения нужно медленно. Можно в среднем темпе, но точно не в быстром, потому что нам нужно прочувствовать, что работает и, скажем так, размять, разогреть и укрепить наши мышцы, которые отвечают за безопасность суставов. Вы должны почувствовать работу вот здесь, в передней дельте и немного в средней. Как я уже говорил раньше, делаем по 10-15 повторений на одну руку и на другую руку. Можно делать один подход, два, можно даже три, ничего страшного не произойдет. Теперь на вторую руку. Важно, старайтесь не поднимать плечо искусственно вверх, когда вы делаете, то есть не нужно делать вот это движение. Делаете просто прямой рукой, осторожно, в медленном темпе. Второе упражнение на среднюю дельтовидную мышцу, она очень схожа с первым. То же самое, только уже движение будет идти не вперед, а в сторону. Здесь уже должны чувствовать середину плеча, это средняя дельтовидная мышца. Она очень активно принимает участие в грибке, особенно в кроле, в баттерфляе. Также сделали 10-15 раз и делаем на вторую руку. Общие правила такие же, средний или медленный темп. Аккуратно, без рывков делаем упражнение. Для следующего упражнения нам понадобятся бутылки. Желательно, чтобы они были не полностью наполнены водой. Это нужно для того, чтобы давать дополнительную нагрузку на стабилизаторы, на мелкие мышечные группы, которые стабилизируют наше плечо. За счет того, что вода будет перемещаться в бутылке и центр тяжести и вес будет меняться, эти стабилизаторы будут включаться. Итак, упражнение. Ставим руки параллельно полу и поднимаем медленно локти вверх. Здесь работают весь пучок дельтовидных мышц и также, как я уже сказал, стабилизаторы плечевого сустава. Упражнение очень хорошее, наверное, одно из любимых у меня, что оно помогает проработать все плечо. И дальше делаем это же упражнение, только в другом направлении. То есть мы делали вверх, теперь делаем вниз. Здесь не получится так же сильно сгибать наши руки, как мы делали это вверх, то есть до конца. делаем, насколько получается. И надо стараться не поднимать ваши плечи, то есть не прижимать их к голове, когда вы делаете, а опускать именно кисти вниз, насколько это вам позволяет ваша гибкость. У меня гибкость не самая лучшая, поэтому, как видите, плечи немного поднимаются и руки до конца опустить я не могу. Следующее упражнение нужно делать желательно с резиной, но можно, если у вас резины нет, использовать гантели. Берем резину, вот так, руками и разводим их в стороны. Пытаемся включать плечи, дельтовидные мышцы и лопатки. То есть нужно сводить лопатки спиной. Следующее упражнение это отведение руки в сторону. Мы крепим резину за что-нибудь. Это упражнение нужно выполнять с резиной. Мы крепим ее за что-нибудь, там за какую-нибудь дверь, как я говорил в предыдущем ролике. И делаем отведение руки. Сначала прижимаем к себе и потом отводим примерно вот до этого положения. То есть не нужно пытаться увести руку вот сюда. Это неестественное положение для сустава, но нам не нужно. Делаем такую неполноценную амплитуду. Вы должны почувствовать заднюю дельту в плече и среднюю. Далее делаем наоборот приведение руки. Здесь ситуация противоположная предыдущая. Мы начинаем с этого положения и приводим руку к себе. Здесь уже будет работать передняя дельта, немножко даже грудная мышца. Но ничего, она нам тоже пригодится. Так же как и в предыдущем упражнении не нужно отводить руку до конца вот сюда. Я повторюсь, это неестественное положение для сустава. Поэтому начинаем где-то с середины амплитуды и делаем ее до нашего корпуса. Далее делаем отведение руки назад. Здесь будут участвовать трицепсы, задние дельтовидные мышцы. Так же крепим резину и делаем отведение руки. Так же не нужно ее заводить куда-то космически далеко назад. Просто отводим, чтобы прочувствовать наши мышцы здесь и трицепс. Последнее на сегодня упражнение. Его также нужно выполнять с бутылками. В нем отлично включаются средние задние дельтовидные мышцы. Так же хорошо включается спина. Советую делать чем медленнее, тем лучше, потому что вы хорошо прочувствуете всю спину. Трапеции и даже широчайшие мышцы. Еще раз повторю, особенно это актуально для молодых спортсменов-профессионалов, которые сейчас меня, возможно, смотрят и думают, что зачем нам делать упражнения, тратить на это время, когда мы можем там лучше покачаться или проплыть больше. В общем какие-то другие дела поделать. Я тоже так думал в своем возрасте и в 15 лет я столкнулся с травмой, последствия, которые до сих пор, скажем так, меня тревожат в мою спортивную жизнь. И поэтому я вам даю совет. Не пренебрегайте безопасностью вашего основного рабочего инструмента, потому что лучше уделять по полчаса каждый день, чем потом несколько месяцев и возможные лет восстанавливаться от последствий травмы, которую вы 100% получите, если не будете уделять этому должное внимание. Спасибо вам большое, что смотрели это видео. Если вам понравилось, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите свой комментарий, можете предлагать свои темы для будущих роликов или задавать свои вопросы. Я читаю все комментарии, отвечаю всем. Еще раз огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok